Понимаете, это уже лет 10 назад примерно в Амстердаме, когда обсуждали поддержку революционно-волновых и радионаблюдений, вот этот Лафар. И там был еще проект 25 телескопов, вот такие же. Это МИДовские телескопы куплены. Они, во-первых, работать не будут больше одного года, потому что там пластмассовые шестеренки и все это. Ну ладно, все, давайте, не будем дальше об этом. Будем о самом главном, конечно, о разуме во Вселенной. И я изложу свое, не только свое, но в основном свое понимание этого, ссылаясь также на других людей, которые занимались этим вопросом. Ну вся проблема для меня, конечно, началась еще раньше, там, с Блеза Пасхаля, и с Блаженного Августина, и с Циолковского, Циолковский будет упомянут. Ну, конечно, так уже в научном сообществе уже наш коллега Энрико Ферми высказался на эту тему однажды в столовой Лос-Соломосского. Это мифология, так сказать, я об этом как раз и пишу. Ну вот то, что он сказал, оно выглядело таким образом. Несколько ученых за обедом или за кофе просто обсуждали проблему неземных цивилизаций. Это 50-й год. Уже было ясно, что существует некое экономическое японское чудо, поражавшее уже даже американцу, как быстро восстанавливается экономика. Не помню, быстрее Китай, она когда восстанавливалась или нет, но это были, ну, около 10% в год. И Энрико Ферми, как хороший физик, понимал, что это совершенно безумные росты. И когда он услышал, что кто-то там обсуждает неземные цивилизации, вот он сказал, что если бы они где-либо были, то их космические корабли давно бы были в Солнечной системе. Посмотрите на Японию. Ну вот, космические корабли, однако, совсем не наблюдаются. И в этом состоит парадокс Ферми. Так что мы их стираем пока что. Значит, где-то начало 50-х годов, я напомню, это 7 лет до начала космической эры, был сформулирован такой интересный, интересная мысль о том, что цивилизации, если вы сравниваете скорость развития нашей цивилизации с возрастом планеты Земля или с возрастом Вселенной, то вы приходите тоже к этому утверждению. Николай Семенович, один из главных, первым оптимистом был Иосиф Самуилович, наверное, который написал о том, что спутники Марса должны иметь искусственную природу. И Николай Семенович уже поставил это на такую астрономическую почву, создав классификацию различных галактик, значит, первого, второго, третьего типа, которые овладели ресурсами полностью энергии планеты, потом Солнечной системы или галактики. Ну, сейчас ее дополнили, забегая вперед, уже 4-го, 5-го, я тут 6-го пишу в конце, значит, можно ее продолжать. А почему это делать можно? Потому что вот об этом я сейчас вначале и скажу. Значит, ну, Николай Семеновичу самому сподручнее прокомментировать то, что я буду говорить и то, что он думает по этому поводу, он присутствует в этом зале. Поэтому я буду говорить дальше об эволюции этой системы уже в 70-е годы. Конечно, самое яркое, что было для меня лично в этом, это эволюция взглядов Шкловского, когда он в середине 70-х годов, ну, так сказать, сформулировал вот эту вот концепцию космических чудес, эволюции, а точнее их отсутствие, поскольку цивилизации могут быть, могут развивать, единственная цивилизация, которую мы видим, развивается очень быстро и перенося в шкале времени безумно короткой, перенося это все на космологические и космические масштабы, вы неизбежно приходите к тому, что эти цивилизации должны оставить свет где-то на небе, которого не наблюдается. Ну, вот он высказал идею о том, что, может быть, мы одни во Вселенной. Ну, и пафос был в том, что тем более надо ее беречь, раз она одна такая, уникальная и так далее. Однако, чуть позже, уже это в 1985 году, это уже была, я хорошо помню, это посмертная статья Иосифа Самуиловича, вернее, он написал, конечно, она лежала в редакции, потом она уже вышла только после смерти, потому что все думали там, не знаю, что там думали, ну, короче, она довольно долго лежала и была опубликована, наконец. И здесь довольно печальное такое, печальное утверждение у него о том, что многие эволюционные биологические процессы на Земле показывают, что многие виды просто вымирают, миллионы видов вымирают, почему разумный хомо сапиенс не должен вымереть, так сказать, может иметь очень короткую шкалу времени жизни, и почему он должен вечно развиваться, это ниоткуда не следует. И он предположил, что на самом деле цивилизации живут очень коротко, так коротко, чтобы не создавать космических чудес. Ну, вот тут некое дерево я нарисовал давно уже, с некими ветвями, которые не получили развития, и вот разум, в принципе, может быть одной из таких ветвей. Ну, на самом деле, давайте вернемся, как астрономы посмотрим на нашу цивилизацию, и мы тут же заметим, что ее развитие, экономическое, техническое, технологическое и научное развитие абсолютно никак не согласуется с наблюдаемым временем жизни в себе. То есть это абсолютно, безусловно, взаимопротиворечивые времена. Если вы посмотрите там на серьезную науку, ну, которая была направлена на познание Вселенной, это 300-400 лет последних. Таких сроков на небе нет 300-400 лет. Солнце существует миллиарды лет, Солнце — звезда не первого поколения. И поэтому надо взглянуть, с одной стороны, конечно, это очень короткий срок. Но что это за срок? Откуда он взялся, этот срок? А я тут буду примерно считать, что характерное время экспоненциального развития примерно 100 лет. Ну, это не очень много, это несколько процентов в год. Вы знаете, что когда развитые страны, говорят, несколько процентов, они очень печалятся, потому что это, считай, не развитие, а стагнация. А на самом деле хотелось бы, как у Китая, ну, это нормально, там, 100 лет возьмем, и пусть будет 100 лет. Биткоины быстрее, быстрее развиваются еще. Я хочу сказать, что это не случайное время. По порядку величины — это возраст, характерное время жизни отдельного поколения человека. Ну, так, неважно, 50 лет, 100 лет. Мы, как астрономы, понимаем, что это примерно одно и то же. И в этом смысле впервые человеческая цивилизация попала в эпоху, когда характерное время развития цивилизации совпало с характерным временем жизни человека. И этим объясняются огромные очереди в супермаркеты, когда появляется новый айфон. Каждые несколько лет появляется, происходит, ну, положим, не революция, но революции происходит раз в 10-20 лет. И вы прекрасно помните свою молодость, какие были улицы, какие ездили механизмы, что мы имеем сейчас, как мы общались друг с другом. И сейчас уже без мобильника никто не приходит, даже в этот зал, и даже не выключает его. Тут боится. А вдруг что-нибудь позвонят. Значит, все меняется в шкале человеческой жизни. Может ли эта ситуация продолжаться долго? Ну, во-первых, мы понимаем, что это впервые такая ситуация. Это уже должно нас стараться быть. Вот когда развивают, особенно это уже я обращаюсь к гуманитариям, которые думают на эту тему, и пытаются особенно понять экономические законы, законы эволюции, правительства, которые постоянно бьются за вот эти проценты. Они должны все прекрасно понимать, что никаких законов эволюции цивилизации нету. Потому что цивилизация не повторяющийся процент. Мы как физики понимаем, что законы бывают только для тех процессов, которые повторяются. Камни там бросал Галилео, Галилей, падали с одинаковым ускорением. Сейчас любой студент может выбросить в окно, но цивилизации другой нету. И более того, в прошлом не было ничего подобного, куда мы сейчас попали. Просто ничего подобного. Поэтому законы прошлого нам тут не помогут никак. Никакие измы, капитализмы, социализмы в будущее на нескольких сотен лет работать не будут. И не надо рассматривать. Точно так же, как взрыв атомной бомбы лучше описывается решением Седова, да, но сам взрыв, сам взрыв, сам взрыв не описывается решением Седова. А мы живем в этом взрыве. Вот цивилизация, я имею в виду технологическая, та, с которой мы сейчас имеем дело, беспрецедентно. И мы, конечно, не понимаем, и нулевая гипотеза состоит в том, что и в будущем будет так же, как сейчас. Более того, если население станет жить по-другому, я потом буду обсуждать такие возможности, то это фактически будет означать смерть, ну, окончание золотого века технологического, смерть цивилизации. Потому что, ну, первое, забегая вперед, хочу сказать, что никакие люди, которые что-то изобретают, могут, не будут нужны в этой новой цивилизации. Потому что, если эти люди нужны, то вы всегда будете иметь вот такое вот экспоненциальное развитие. Итак, мы живем в этом золотом веке. И сейчас эта идея, ну, эта идея уже давно высказана, она не первый год уже высказывается. На Западе сейчас она совершенно охватила людей. Я вот смотрел несколько лекций, сейчас есть. По интернету можно увидеть в хорошем русском переводе, потому что тематика такая, мне не всегда английского хватает. Вот. Но люди просто рисуют в качестве эволюции цивилизации вот такую кривую. Мощность цивилизации, допустим, на том, что она выглядит вот так. Ну, это я так. На самом деле, это некая дельта-функция, которая, конечно, дельта-функция никаких законов эволюции внутри себя не имеет. Она имеет там, какая-то лаборатория есть, когда атомная бомба взрывается, была лаборатория, был теоретический отдел, называлась «Теория атомной бомбы». Там она как-то работала, был свой берег, который постоянно звонил и говорил, что надо срочно взрывать. И были шпионы, были физики великие и так далее. Итак, что же это означает? Если это превратить в цифры, то оказывается, что если мы как астрономы возьмем характерный темп развития цивилизации, вот я его уже взял сто лет, и вставим в эту экспоненту, мы получаем вот такое безразмерное число, которое показывает мощь цивилизации, которая прожила примерно хаббловское время. Вот это хаббловский масштаб взяли и взяли масштаб, так сказать, развития нашего. То есть понятно, что все должно поменять, вот больше ничего не надо говорить, просто все должно в этом мире поменяться через тысячу лет, если он еще будет, в чем мы с Александром Васильевичем иногда сомневаемся на этом свете. Понятно, что это никакой, наука не является эволюционным процессом и фактором эволюции цивилизации. Наука – это феномен, который подобен взрыву атомной боли. Какие там уже в окружающем пространстве идут ударные волны, это может быть там уже следы и прочее, можно и следы. Ну, я напомню, что, например, полное число барионов в нашей Вселенной – это 10 восьмидесятой степени. Какие-нибудь большие числа, планковские или супла, они, можно безразмерные числа брать, они очень маленькие все эти числа. Я потом сравню с планковскими числами. И, так сказать, это совершенно безумное число. Грубо говоря, мы не должны даже думать о том, из чего рождается цивилизация, потому что, будучи помноженной на это число, уже никакого интереса не представляется, с какого момента начинать. С нуля? Ну, практически нуля, или чем там, 10 минус сотый? Ответ будет всегда один и тот же. А ответ этот… Ну, кстати, я сегодня вам покажу новую формулу как раз на эту тему. До сих пор я писал только эту формулу. Сегодня долго думал ночью и придумал новую формулу. Может быть… Я думаю, что каждый докладчик, выступая на эту тему, должен хоть раз показывать новую формулу. Тогда число докладов будет всего меньше. Потому что выступать каждую неделю на эту тему надо где-то в правительстве, там еще где-то… Ну вот, таким образом, мы живем во Вселенной, в которой наблюдается три постоянных табла, три инфляционных процесса. Ну, это медицинский факт. Знаешь, это… Теперь мы живем во Вселенной, как думает основное количество космологов, так сказать, общая такая традиционная сейчас точка зрения была стадия инфляции, была соответствующая постоянная табла, в которой порядка планковского, обратного планковского времени, ну, там может быть 20-30 раз побольше, чтобы работала наука, которая сейчас нам известна, потому что вы понимаете, что квантовой гравитации до сих пор нету, поэтому залазить в эти времена опасно. Но, тем не менее, вот это постоянная… Есть постоянная табла современная. Это тоже очень большая загадка, и здесь, я думаю, главный и важнейший вклад в эту науку и в эту загадку внес Артур Давидович Чернин, который заметил, что совпадение постоянной табла на далеких расстояниях и на близких говорит о таких вещах, о которых мы даже не догадываемся. Давно? А? Давно он написал? Не знаю, лет 20 назад, наверное. Мы сейчас написали. А? Он сейчас заканул. Ну, вот его и статистка о Ченцелу и так далее. Да, кстати, если это интересно, могу сказать, что надо понимать, что то, что открыл Хаббл, это не было космологией, это не было открытием той постоянной, которой мы думаем сейчас. Это было просто открытие энергии вакуума. Хаббл открыл энергию вакуума, потому что закон Хаббла на близких мегабарсеках выполняется только потому, потому что, начиная с двух мегабарсек, плотность энергии квантовой темной энергии превышает все остальные плотности, присутствующие здесь. Поэтому, кстати, и Хаббл только поэтому открыл закон Хаббла, потому что там дисперсия скоростей должна была быть. Все это замыть и вообще его не должно было быть. Но вот как-то это мне очень идея близка и нравится мне эта идея. Но есть еще одна постоянная Хаббла, это вот третий инфляционный процесс, который мы сейчас наблюдаем, это революция нашей галактики. Вот три постоянных Хаббла. Смотрите, отношения этих... Фу, наши цивилизации. А? Наши цивилизации, а не галактики. Фу, ты, цивилизации. Давайте пойдем дальше. Вот есть это постоянно очень интересная. Это Аж-Цивилизация, примерно там единственно в 100 лет. Значит, отношение первых двух, и это является великой, тоже большой задачей, вот это фактически энергия вакуума, а это энергия того вакуума, который распихивал Вселенную, вот она на 120 порядков отличается, и между ними человек со своей постоянной хаббл. Вот это соотношение между этими постоянными хаббл, которые сейчас есть, которые единственная наблюдаемая величина, которую мы можем сказать о цивилизации сейчас. Все остальное это фантастика и выдумки. Ну, как-то уже года через три, да, в 85-м, читая, перечитывая его статьи, первое время я об этом писал неоднократно, думал, что это, я как-то проникся в какое-то время, в какой-то момент, как бы переоткрыл, читая его статью, то, что он хотел сказать. Он хотел нам донести очень важную вещь, вещь, которую можно превратить в цифры, и я просто решил посчитать вероятность контакта, то есть получения и отправки сигнала между двумя цивилизациями, опираясь не на формулу Дрейка, а на простую формулу из астрофизики, это компактная формула Дрейка, очень компактная. Это что? Это темп рождения цивилизации в нашей галактике помножить на время жизни цивилизации, характерное время t маленьких. Ну, очевидно, что время, скорость образования цивилизации пропорционально темпу так называемого star formation ray, то есть звездообразования, и мы получаем один единственный параметр, другие, не надо их вводить, это p, это доля образования цивилизации по сравнению с долей образования звезды. туда входят все вот эти параметры, которые там неизвестны, и которые мы не будем обсуждать вообще, потому что их можно, ну, они неопределимы, на самом деле. Да, ну и тут можно написать два уравнения, смотрите, первый уравнение, это число цивилизаций в нашей галактике, да, это вот n написано здесь, понятно, это произведение вероят скорости образования на характерное время, вот, а с другой стороны есть условия контакта, условия контакта, это есть расстояние между цивилизациями, ЦТ пополам, то есть мы сейчас получаем с вами структурную формулу нашей галактики, независимо ее потом Александр Васильевич получил чуть попозже, независимо абсолютно, и поддерживает ее всячески, да, вот она случайным образом в 88-м году, и я благодарен лицензенту Николаю Семеновичу, он забыл уже, что он лицензировал эту работу, он пропустил ее в АЖ, было довольно тяжело тогда публиковать, еще в советское время не прошло, и маленький возраст цивилизации не казался таким антимаучным, что ли, да, антикомат. Вот, из этих двух условий появляется, вот смотрите, вот это пара гиперболы, извиняюсь, вот это гипербола, ниже этой гиперболы, контакт не успевает произойти из-за того, что либо цивилизаций очень мало, и они далеко друг от друга, либо их много, живут они несколько лет, грубо говоря, галактические, не, не галактические, галактический год очень длинный, ну, несколько сот лет, или там, несколько тысяч лет. И вот здесь, да, вот эта прямая понятна, что она зависит от возраста цивилизации, чем больше возраст, тем больше галактик, единовременно, одновременно живет, ну, это стационарно, мы так читаем звезды, так нас учил Александр Васильевич читать звезды, и мы так читаем, как они сливаются, и это все прекрасно подтверждается на наших глазах, вплоть до того, что расстояние до киломоновой было вычислено с точностью там до 10%, и оно оказалось 10%. То есть, это нормальная астрономия, ничего тут особого нет. Отсюда появляется сразу структурная константа, в которую входит скорость света, и число звезд наших, но на самом деле функция салфитра. Я сейчас тут не СФР, она определяет количество звезд типа Солнца, которое образуется в год, это одна штука, ну, понятно, что цивилизация может возникнуть чуть поменьше, сильно меньше, нехорошо, там, говорят, красные каплики, у них там рентгеновское излучение сильное, но Солнц миллиард в нашей галактике, поэтому вот примерная оценка, вот появляется вот это характерное время, не знаю, то ли мы с Александром Васильевичем первым открыли эту цифру, то ли нет, пусть подтвердят те, которые ездят на все совещания по вопросам цивилизации. То есть возникает характерное время, так наша галактика устроена, какова скорость света, значит, мы исходим из того, что контакта не было. Никто спорить с этим не будет, правда? Вот, то есть я должен смотреть вот нижнюю часть этой кривой, это первое, из чего мы исходим. Второе, оно не менее очевидно, но тоже из этого высходим, это важно для следующего, что если цивилизация живет очень долго, их очень мало, то она очень быстро становится цивилизацией третьего типа и скрыть ее невозможно. Или там четвертого, или пятого, которые мульти в семью, в них там управляют. То есть скрыть их невозможно, а чудес нет, как сказал Иосиф Собудов. И ничего современного святое восьмое. Ну, я имею в виду сквозного, конечно. Смотрите, четыре тысячи лет. Вообще, я заранее хочу сказать, что Пепа варианты и есть. Ну, или одна десятитысячная. От этого ничего не зависит. Кстати, ответ от этого не зависит. Мои формулы там, смотрите, входит в ответе в степень одна четвертая, например, в Риме. Ой, я про Пеп, да-да-да, про Пеп. То есть это там изменение на порядок это все равно не изменение. Ну, а если вы хотите там на пол порядка, чуть-чуть, в сто раз я могу больше быть. Ну, и вы знаете, что четыре тысячи лет эта цифра впервые появилась у Иоанна Богослова, когда он исследовал сколько в Библии лет прошло, и он сравнивал с нашей цивилизацией, с тем, что он наблюдал. Он первый понял, это хороший учебник, он понял, что поскольку мы знаем авторов всех открытий нашей цивилизации, очень молодая. вот его утверждение. Ну, сейчас мы понимаем, что она безумно молодая. Вот в смысле научной стадии, ученой стадии, с изобретением, мы только не помним, кто колесо изобрел, а так все остальное от теоремы Пихагуры и прочего, все имеет свои имена. Это для него был тезис, что в Библии пять тысяч лет не случайно, потому что вот смотрите, какое прекрасное. на самом деле это была первая оценка характерного времени жизни в технологической стадии. Очень интересная оценка. Ну, при этом, вот смотрите, если мы исходим из того, что чудес нет, да, я все-таки сказал о том, что если мы вот здесь вот обрезаем, то есть мы не рассматриваем ситуацию с космическими чудесами, мы работаем, тут приходит вывод простой, что нашей цивилизации полная жизнь это меньше нескольких тысяч лет, иначе другие такие были бы заметны. Я повторяю, что мы астрономы, мы смотрим в будущее нашей цивилизации, поэтому мы главные футурологи, и это надо мысли везде проводить на телевидении, радио, в фейсбуке и в телеграм, и в контакте. Иначе астрономы вообще это станут замечательные. А на самом деле вот это сборище футурологов, которые не знают как астрономию, как устроена Вселенная и почему она молчит, они должны ну надо им объяснять, короче говоря. И не писать, что астрономия это археология. Ну вот, если в нашей галактике максимум четыре тысячи цивилизаций, то можно почитать, а чему же равно количество цивилизаций похоже на нас. Ну у нас сто лет развития, вот вы делите, сто лет, за сто лет все поменялось, а мы хотим увидеть таких же, как мы примерно с ними допустим связаться. И они хотят связаться наверняка, потому что мы хотим. Как говорил Шкловский, когда ему говорили, а может они там закрылись и чем-то своим занимаются, он всегда говорил, мы других цивилизаций не видим, кроме тех, которые хотят увидеть. И правильно делал. Значит, сто лет надо разделить на какое число? Жизнь возникла миллиард лет назад. Ну и сто делим на миллиард. Вот это вам то, что мы увидим в качестве жизни на других планетах. ясно, что вероятность нашей галактики найти цивилизацию высокого уровня, но она очень маленькая. То есть в нашей галактике нет таких цивилизаций, есть и шкала цивилизаций 10-4. Ну вот как здесь было написано. Это справедливо для параметра П до 10-4 на порядок меняется. Это же означает, что мы можем идти на нашу паку на нашу? Мы других не знаем, молодой человек. Давайте что нужно говорить, я буду говорить, ладно? Потому что я очень редко выступаю, а вы очень часто выступаете, но в коридоре. Значит, давайте так. Из-за чего мы ругаемся, я не понял. Вы же не отстаивайте свою точку зрения. Ну вот возникает это время, 5 тысяч лет. А вот интересно, что можно сделать за 5 тысяч лет цивилизации типа нашей? Можно ли покорить Вселенную за 5 тысяч лет или нет? Вот есть такая вещь, когда-то случайно попалась мне под руку. Эйшенштейн, открывая гравиационные волны, и мы живем в годы вот этих великих открытий уже экспериментальных, в своей статье про гравиационные волны ввел новую величину, натуральную светимость, натуральная мощность, нейчерал, люминоз стиль. Вот это в уравнении Эйнштейна для грав-волн входит вот эта штука, циф пятой ноже, как амплитуда грав-волны. Но амплитуда не аж, а аж квадрат, энергия. Циф пятой ноже. Ну и вот как-то тут еще был жив Эрнест Апулшев из Дебай, я ему это рассказывал еще в 80-е годы, случайно я там делил что-то, умножал, у меня получилось, что если взять планковскую энергию, разделить на планковское время, то постоянная планка выпадает. Это значит, будет открыта планковая гравитация, кванковая гравитация, не будет она открыта, все равно это будет максимальная энергия, максимальная мощь, да, ну она не является конечно инвариантной величиной, Лоренц инвариантной, то есть может в системах отчета перейти в такую, где она будет другой, это не Лоренц инвариантная величина, но это не важно, для астрофизиков это не важно, потому что наша Вселенная расширяется, эта величина только уменьшается, вот если бы она сужалась, ну в смысле если бы на нас налетали другие цивилизации, то из-за фиолетового смещения можно было бы превзойти. Значит, нашей Вселенной ничего, вот это я вам сейчас новую форму покажу, не, эта форма не новая, вот следующая, из-за чего я, так сказать, оправдываю, что я сюда вышел. смотрите, давайте приравняем и найдем характерное время, через которое цивилизация сможет развить такую мощность, чтобы вы понимали, что величина 10 в степени 43 миллиона, которая была написана, что это, вот как это потрогать, потрогать нельзя, потому что все остальное очень маленькое, а вот тут уже можно, смотрите, максимальный предел достигается за 60 лет, понятно, что в рамках, это совершенно независимая оценка, никак не связанная, сюда еще и постоянное тяготение входит, которое не входило там в предыдущие цифры, то есть вообще говоря, если дать нам тысячи, пару тысяч, тройку, четверку лет, то можно подумать, что можно вот достичь таких, то есть сразу это говорит о том, что ну как-либо это не может вообще быть на самом деле, ну не может этого быть, потому что это такая, как говорят, я помню, когда гамма-сплеск 5 марта 1979 года, да, Шкловский вышел и говорит, да вы сумасшедший, Игорь Дмитриевич вы говорите, как это, гамма-сплеск может быть другой галактики, да вы знаете, какая там светимость будет у него, вот, это я помню, казусы бывают такие, что люди ошибаются, но тем не менее, ни на что не похоже, вы видите, а что такое цепь пятой ноже, с такой мощностью рождалась Вселенная, мощность, ну, если вы планковское время разделите, планковскую энергию на планковское время, то найдете мощность, которая рождалась теорией инфляции Вселенной, то есть количество энергии, массы там и прочее, то есть такая цивилизация может сотворить и Вселенную, но останемся на материалистической точке зрения, то есть на короткой скале жизни, которая мила сердце, поскольку Александр Васильевич будет ее еще доказывать дальше, и я, сильно у меня аргументов нет против этого, но вот это уже настораживает, но почему на самом деле может быть очень короткая скала в жизни, почему, если там такие цивилизации, что планковские энергии могут уже создавать там, ну вы знаете, что и мы вообще-то уже могли, ну могли, не могли, но на коллайдере некоторые люди писали, что образуется черная дыра и все знает чего произойдет с фазовым переходом, это так, шутки, конечно, но несколько тысяч лет это, я еще хочу сказать о меня всегда поражает, что не может так продолжаться, потому что несколько тысяч лет предполагает там несколько десятков Эйнштейнов со своими революциями физикой, это абсолютно бред, ну это нельзя представить и не надо представлять, мне кажется. Вот, почему она может быть? Ну первая такая мысль я когда-то высказывал в фантастическом рассказе, называется Кулповский меморандум, Дмитрий Аксимартынов долго ходил по Гаишу и спрашивал, кто написал этот рассказ, но Игорь Дмитриевич, не Игорь Дмитриевич, да, никто не признался, но ведь он был рецидентом, вот, и там я как-то сформулировал, что одна из вещей связана с тем, что Вселенная слишком проста, просто, то есть поэтому у разума есть, под разумом мы люди, сидящие в этом зале, понимаем только одно, это любопытство, это тяга к познанию, правильно, но если у вас предмет познания простой очень, то эта тяга быстро-быстро исчезает, ну вот можно было бы придумать вариант простой Вселенной, такой, которая познается, на самом деле, тоже, очевидно, не слабый вариант, не такой он, ну, вульгарный, или, скажем так, не может быть, мы живем в таком мире, посмотрите, мы за 500 лет, куда там, до горизонта событий уже добрались, там вопросов, хорошо еще темная энергия есть, горизонт какой-то, а так в принципе все пересчитали, 100 миллиардов звезд галактики, 100 миллиардов галактик, 25 процентов аксионов, в кавычках, темная материя и темная энергия, вот темная энергия оставляет нам будущее, будущее, мечту какую-то, да, но всего, что? Да, вот это глупость все повторяют, вы думаете, что человек, который сказал, дайте мне начальные условия, и я вам объясню мир, он дурак, что ли, или вы умнее его? Вы подумайте, своей головой, с Вселенной 10 миллиардов лет существует, а вы за 500 лет, начиная, после начала натуральной философии, там, 300 лет, вы уже, объяснили столько, куда вы никогда не дойдете до этих краев, никогда, понимаете? Сейчас открыто, уже физика столько, можно подорвать всю Солнечную систему, просто, просто в рамках открытых законов, ну, это же 500 лет, я же вам только что объяснял, понимаете, если вы как физик не понимаете, что такое 500 лет по сравнению с миллиардом лет, то вы должны повторять вот эту фразу, что да, вот раньше тоже такие, люди уже спинным мозгом это чувствовали раньше, спинным мозгом, что живут они в сумасшедшем мире, в котором дельта функции, что мы не процесс. Не преувеличиваемся. Не надо. Разрешите попреувеличивать. Да. Да. Пойдем, давай. Хорошо. Ну, конечно, можно специально рассмотреть такую экологическую цивилизацию, которая уходит от экспонента, специально, причем, я тоже описал такое, но такая цивилизация не может оставить живых, там, Кулибинных, Эдисонов, она должна, ну, вот в этой повести они у меня все посажены в тюрьму, как элементы, а? Как у нас сейчас. Ну, в 90-е годы не надо сейчас, не надо ужасов этого, социализма или капитализма. Вот в 90-е годы так и было, когда мы за 5 долларов работали, и так бы можно было еще миллион лет вполне жить, и никто бы уже понадкрыв это стойкость, что не надо уже ученых никаких. Ну, это такой странный, нетривиальный прогресс, вот, это такая экологическая антиутопия. На самом деле, вы знаете теперь, что экологистов, очень много людей, которые на этом нагревают руки, и когда они придут к власти, они в первую очередь расформируют институт, который производит научные открытия. Вот. Ну, вот, очень важная вещь про этот коэффициент П, мы его считаем достаточно большим, ну, вот, конечно, главный удар был нанесен, ну, Александр Васильевич давно уже написал статью такую, где он сказал, что планет больше, чем звезд, из простых соображений сохранения вращательного момента, функции Салпитера и так далее. Ну, вот, просто человек хорошо чувствует астрономию, вот, астрономию очень правильно чувствует. Мир, в котором мы живем, нужно чувствовать, не обязательно понимание. И в этом смысле, вот, вообще-то, для определения П, мы теперь знаем, что планеты этих видимо-невидимо. Уже даже последние скептики понимают, что планеты этих некуда девать. Наши галактики, эта вот картинка мне очень нравится. На какой-то лет 10 назад все планеты открыли кеплером. Вот это вот все сон, сон вещи там. Для людей, которые росли в 60-е годы и читали книжки, Вселенная, Жизнь, Разум и там прочее, конечно, эта картина, это фантастическая. Люди, которые не жили в то время, ничего не могут понять, они могут поверить только, но в какое фантастическое вот это вот мы попали в мир перенаселенный планетами. И, конечно, нужно в первую очередь, в первую очередь нужно, конечно, найти низшие формы жизни. Мы видели, что формы высокоразвитые нельзя надеяться найти, но низшие формы обязательно будут. И это даст такое ограничение, огромное, то есть, я почти уверен, что по порядку идеи, вот доля планет в зоне обитаемости, почти у всех у них там будут найдены эти линии. И с этой точки зрения, конечно, очень жаль, что у нас не пошел никак проект Гагарин. вы знаете, что сейчас, ну, это вот самый большой в мире сейчас телескоп Канарский. Вот я несколько лет там был назад. Это фокусная часть этого телескопа. Фокальная, ну, как бы, ну, в общем, стоит фотометр, здесь или спектрометр. Так что сам телескоп, конечно, большой, 11 метров почти. Ну, вот вы знаете, сейчас два телескопа, которые точно будут достроены. И одна из задач нацелена на на то, чтобы найти биомаркеры. Это очень важно. Это страшно важно, потому что любой, любой биологический процесс даст. Это означает, что жизнь везде поголовна. Ее, наоборот, надо уничтожать, как сорня. Я шучу, конечно, но в общем, она происходит где угодно, в каких угодно условиях, практически. И если это будет, это будет еще один удар по забитому уже вот этому гвоздю, вот эта величина АП не может быть маленькой. Ну, вот, кстати, вот Гагаринский, Гагарин, это испанцы нам предлагали, я пользуюсь тем, что мы в интернете сейчас. Я хочу сказать, что испанцы несколько лет назад предлагали нам совместный проект 60-метрового телескопа с именем Гагарин. При этом все наши, наша часть денег, вся остается в России, уходит на развитие Лагаринского завода, частично, технологии, там гигантское количество технологий надо развить, связанное с адаптацией зеркал, сотовые зеркалы, которые надо, вот, они там обезумные, кроме того, что они дают место, вот, это место, я сейчас вам покажу, это место, я не знаю еще, за нами или нет, но вот тогда меня привели на это, Ла Пальма, вот, вот это вот место говорили, вот здесь вот, пожалуйста, ставьте, русские, дешево, значит, закрыла комиссия наша по развитию, объединенная комиссия всех, всех наших ведомств ответственных за развитие, это понятно, ежу понятно, что важнейшая программа, вот именно задача 21 века, это обнаружение жизни во вселенной, это важнейшая задача, которая, наряду, ну, там, темная энергия, это еще один шаг, там, некий, а это шаг будет такой шаг, что мало никому не покажется, и Россия тут могла бы поучаствовать, но вот, к сожалению, ни Академия наук не поддержала, ни научные всякие, не знаю, почему, испугались, дешевый проект несколько миллиардов долларов, ну, это вообще копейки, причем это на 15 лет, на 10-15 лет, ну, разделите, братцы, это по одному Аршавину в год, и все, ну, не Аршавину, а Мэйс, в общем, это вывозится каждый год 100 миллиардов долларов из страны, примерно, я не знаю, почему, это нужно везде доносить, и в правительстве, и это, вообще-то, это первая самая задача Академии наук, ради чего ее вообще Михаил Васильевич Ломоносов когда-то вместе с друзьями немцами основывал. А? Нет, если вот Карина будет ставить себе, если наша промышленность будет ставить себе реальные возможности, то она никогда не разобьется. Ну, все, ну, а тогда зачем, зачем это говорить, я не знаю. Не вырывайтесь из контекста, я ведущий, а вы вырываете. Ну вот, на самом деле, Целковскому приписывается, что он так примитивно рассуждал тоже о неких цивилизациях. Вы знаете, прекрасно, что он жил в эпоху в 19 веке, когда постоянная Хаббла равнялась нулю, и возраст Вселенной был бесконечен. И только сумасшедший человек, или не очень думающий, не мог понять, что за бесконечное количество лет рано или поздно должна была возникнуть цивилизация, которая захватит это пространство-время. Ну, это очевидно просто. Ну, слава Богу, все вздохнули, когда Слайфер открыл расширение Вселенной. Не Хаббл, а Слайфер. До Первой мировой войны, кстати. Вот. Но Целковский жил там, и он думал, что да, что Вселенная населена, и он, конечно, это не публиковал, там, со слов Чижевского, там, где-то записано, что эти безумные цивилизации превращаются в световые существа, которые бороздят просторы Вселенной. Ну, просто на нашем языке это означает, что вот это вот цифр пятой ножи для них уже давно передено, и руководят они мультивселенными. Есть еще одно. Да, ну вот, собственно говоря, короткая шкала жизни, я вполне разделяю, что сейчас остается только две возможности, я считаю, это короткая шкала меньше тысячи лет, нескольких тысяч лет, или из которых мы уже 300 прожили на самом деле. Вот, а может быть и меньше. И вторая это, конечно, идея о том, что в силу многообразия 100 миллиардов планет нашей галактики, 100 миллиардов галактик нашей Вселенной, там, три поколения звезд, в общем, все это, столько попыток было создать разум, что этот разум, нельзя отбрасывать возможность, что он был создан, забыл, забыл я вам сказать про один слайд поставить, ну, хотел из фильма «Матрица» вам показать. Это один из вариантов специальный. Ну, о чем это может, о чем может говорить сверхразум, или как его можно обнаружить? Обнаружить по какому-нибудь парадоксу, который никак не вписывается в наши представления, в наши три постоянных хаббла, которые мы знаем. Ну, вот, один из парадоксов, который Эрстейн, как физик, глубокий, понимал. кстати, вот эту фразу там, ну, будет опубликована, можете мышкой потом себе повесить на стене, и постепенно в какой-то момент вы, как блеск под скаль, ужаснетесь этой фразе. Если вы посмотрите на все варианты возможности сотворения мира, я имею в виду, материалистического творения мира, тот вариант, в котором мы живем, этот примитивный вариант, матрешечный вариант, который мы познаем, где есть принцип соответствия, где можно написать математические высказывания, он, говорят, совершенно невероятен. А гораздо более естественным было бы, вот об этом пишет Эйнштейн, существование такого мира, в котором нет логических высказываний, и нельзя его познать, он не познаваем, он бесконечно сложный. Но, тем не менее, мир познаваем, это можно трактовать как настоящее космическое чудо вкупе со всеми остальными хаббловскими постоянными, которые мы знаем нашим. процесс, а не текст. Да. Ну, этот процесс, если он не кончается, публикация текста, вам не дают надбавку в конце года, понятно, познание, познание, ну, все. Да, вот еще хочу сказать, чтобы было что-то новенькое, такое, недавно выступал на ОРТ, ОТР, там мы дискутировали насчет искусственного интеллекта, ну, вот, который может, это отдельная песня про интеллект, который может, он не меняет этих рассуждений, потому что искусственный интеллект, созданный по образу и подобию человека, будет иметь те же самые проблемы, что и человек, так что, либо мы решим этот парадокс за них, либо этот искусственный интеллект тут же столкнется и сойдет с ума, но здесь одна есть красивая вещь, вот все, кто в зале участвовал в более-менее больших проектах, понимают, что большой, сложный проект, даже очень, может быть, не глобального масштаба, но вот я тут в частности картинку машинных сценариев, когда это я нарисовал, когда мы тут ее делали в ГАИше, чтобы предсказать, как часто сливаются черные дыры нейтронные звезды, там участвовало около 10 человек, в конце концов, молодежи. Так вот, когда составляется сложная эта машина, она как бы моделирует эволюцию цивилизации, то в конце концов наступает момент, когда уже никто не понимает, как она работает. То есть нет одного человека, который создает, и тут вот возникает мысль, вот давайте говорить не о нас пока, но вы, как логически мыслящие люди, должны переносить на нас, вот мы создаем искусственный интеллект, он может создан быть коллективным разумом, и создан быть таким образом, что ни один человек не будет понимать, как он создан, не найдется такого человека просто. А? Коллектив поймет, не поймет, нет, а при чем тут коллектив-то? Коллектив тут ни при чем, уже управлять никто не сможет, никто не сможет. Носители поменяются, магнитная лента, а потом придут другие носители. Ну вот, значит, еще такой есть вариант об искусственном происхождении жизни, закрыть его нельзя, вполне материалистический хороший вариант, его надо иметь всегда в мозгу, хотя я, конечно, не могу его стопроцентно доказать, дать полную альтернативу. Зачем? А? Зачем? Зачем что? Создавать кто-то был. Я же ответил на этот вопрос однажды на лекции. Вселенная, значит, мы знаем, что в нашей Вселенной там 5% барионов, из них, я со студентами обычно считаю, 10-20 в какой-то степени думающих барионов. Думающих о Вселенной. Я имею в виду астрономов, да. Ну, возьмите по килограмму, разделите на массу протона и помножьте на количество астрономов. Вот. Может быть, она и создала этот разум, ведь были какие-то уравнения теоретической физики, в которых было записано возникновение разума. Вот. И создала для того, чтобы как раз задать этот вопрос Николай Семенович. Вот для этого мы и созданы море. Ну, мы вступаем в область фантастики, я тут замолкаю. Литература по данной теме и спасибо за внимание. Ну, давайте. Спасибо. Может быть, послушаем следующую докладку, чтобы... Вот, все-таки краткий вывод такой. Да. Что делать? Давайте. Нет. Что делать, это пусть будет. Самое главное, существует великий, большой парадокс. в нашем мире, связанный со скоростью нашего познания Вселенной, нашего развития. Как... Понятно, что и об этом всегда надо говорить на любой... Я это всегда с этого начинаю любое интервью, что вот вы мне берете интервью только потому, что ученые предыдущих поколений придумали достаточно много, чтобы мы с вами были живы, чтобы вы брали интервью, а я давал. Потому что из трех человек двое не должны жить на Земле, если бы не было технологической эволюции. Не прокормило бы Землю. Вот. И в этом смысле, конечно, мораль состоит в том, что астрономия, как наука о будущем цивилизации, должна занять важное место в мыслительном процессе общества, повлиять на гуманитарные наши... на гуманитариев, которые руководят нашим государством, руководят эволюционным процессом политическим. Там в основном гуманитарий сидят. Вот. Но им надо объяснять, что все непросто. И говоря о короткой шкале времени, сейчас говорить Александр Васильевич, вот он, кстати, скажет про это. Я же думаю, что совсем отрубать в конце не надо. И есть хороший, оптимистичный, не милый сердце Шкловского, но милый, может быть, другим людям сценарий с тем, что сверхразум действительно... Опровергнуть это нельзя. Уже сейчас есть математические задачи, как формально может доказать искусственность нашего мира или естественность. На эту тему уже и существует. Монте-Карло вычислений, там флантовые компьютеры заняты и прочее. То есть это отдельная, важная, может быть, наука. Субтитры создавал DimaTorzok